Я поехал в Луцк, с Луцка специально вернулся, чтобы ту хламину посмотреть. Здесь шпаклёвка. Густо так, не слабо. Чем дешевше автомобиль, тем лучше. Четыре элемента крашены. Один шпаклёванный. Это невозможно, это невозможно. Тут борющая металловано, металлобаса. Что-то шлёпнуло по крыше мне. Да, они все... Поддёрта пошкрябана, там были запчастей в багажнике не хватает. Какие машины тут за площадочкой. Потому что это фольксваг. Всё. Друзья, всем доброго дня. Сегодня у нас будет фольксваген. Фольксваген. З першого погляду классный. Б8. Будет Б8. Будет Олтрек. Сегодня только Европа. Сегодня с первого погляда. Никакого трешняка. Это только с первого погляда. А еще мы сегодня будем работать. Поиграемся в игру. Знайди живий посад. И допоможе нам сегодня в этом Антон. Антон вы уже знаете. Это один из наших технических фаховцев. Он находил такие автомобили, что порой, как он находил, фиг знает. Ладно. Сегодня все про Пассати. З чем мы будем сегодня работать? Какие с начала были? Можно российские, можно украинские. Как звучит? Это должен был быть Б8 в универсале на максимальной комплектации. Прямо с панорамой. Прямо хороший бюджет был в принципе. Все было реально. Какой был первый автомобиль до гляда? Это был Б8 двухлитровый. На 190 сил 140 кВт. В Киеве. Внутренний и наружный аэрлайн был. Ну такой хорошо заряженный. Значит, Б8. Который второй по приоритету в аэрлайне. Двойной аэрлайн у него. Оптика у него. Это не Full LED. Это Basic LED. Выбитые так изрядной пары. Есть сколы на капоте. Он немножко перекошен на одну сторону. По сиденью. Ну, это Дермантина вставка. Такой кантик. Вот здесь полопалось. Тут вот есть. Такой вот нюансик. Оно чуть-чуть полезло сиденье. Есть всякие царапинки на руле. Но машинка не новая. На аэрлайне, но не на полной конфликтации. Значит, безрамочное зеркало. Черный потолок. Что-то снимали или карту, или что вам поковыряли. Так, задний диван. Тут, наверное, было кресло. Есть такие легкие всякие по пластику. Но, в принципе, ничего страшного. Ручка такая грязная. Ничего страшного. Царапинки есть. Всякие там. Они есть. Никуда от них не деться. И они будут на всех автомобилях эти царапинки. У него много чего нету. Мертвых нету. Зон. Обогрева лобового нету. Под форсунками немного запотевает. Крышка клапанная тоже немного запотевает. Посмотрели его. В принципе, был он целый. Но у него что-то с сажевым фильтром. Там был непорядок какой-то. Потом потеки по мотору сверху. Но они, опять же, устраняются. Ну и ценник там был. Такой потужный. Сажевый фильтр не работает. В Европе на таком автомобиле на много времени. Зась. Поймают зеленый. И не только голову. И еще что-то. Когда мотор обливается мастилом, это нужно делать. Так, короче. Там 12 копеек мы тебе сделаем. И все. По факту это может быть и замена цепи. Только в двигатель залез. Когда открывается одно. Ну, блин. Возьмите, поймите. Поменяй. И обычно там 1000-15 долларов туда и залезет. Легесенько. Посмотрели. И поехали дальше смотреть. Б-8. В Киеве. На полном приводе. В ужасном состоянии. Тоже там сцеником таким каким-то космическим. Космонавт продавал его. Пасад Б-8 на полном приводе. Который первый. По приоритетности. Немножко у него запотевают фары. Но это можно сказать, что в принципе у них нормально. Они все запотевают. Что Basic LED, что Full LED. Это не потеет. Это какая-то дымка какая-то. Да, да. На видео сказано, что там потеют все фары. Есть ответ, почему они потеют? Да. Потому что это Фольксваген. Потому что это Фольксваген, то Мерседес, а то БМВ, а то там… Закономерность. Якась. Всех автомобилей. Все. У кого есть диоды, все. У Мегана не потеет, короче. У Мегана не потеет? Нет. Да ну конечно. Ну он стоит, Меган потеет. Нет. У этого самого Дастера не потеет. Чем дешевше автомобиль, тем краще… Лучше фары. Лучше фары. Ей чудово. Сразу же по бамперу есть вопросик. Значит, ГРМ у него не меняный. На это скидывают. Значит, она двойном окрасився. У нее есть окрашенный элемент. То есть все, что два окрашенных. Это правое заднее крыло и крышка выгажника. Значит, ее так чуть притулили. Вроде бы как бы не сильно, но вся морда чуть-чуть сыграла. Как по мне, то ее, может, косметически ее передували. Была какая-то царапинка. Может он грязный, так не скажешь сразу. Его помыть надо, тогда будет видно. На пороге тоже бьется толще больше. По сиденью. Такие вот косяки. Так, в принципе, салон Алькантара внутри. Классные. Классные. Похим чистить надо все вот. Так, так, так. Ручка чуть-чуть тоже запиленная. Но, в принципе, это нормально. Ну, такое здесь надо все поубирать, конечно. Классные. Да, крышка, то крышка крашеная. Скорее всего, что низ не трогался. Красилась вот эта часть сверху. А у нее не автоматическая крышка, да? Крышка не автоматическая у нее. Такая тут затасканная, конечно, машина за эти деньги. Это невозможно. Здесь поклевка. Густо так, не слабо. Дверь. Дверь это тоже крашеная. Не видно, все замазано, грязно. Вроде как не снимались эти. Но, в принципе, уже эта машинка нам не подходит. Значит, я уже насчитал по нему. Раз, два, три, четыре элемента крашены. Один шпоплеванный. Четыре крашеных, один шпоплеванный крашеных. Это невозможно. Это невозможно. Так, тут целая, целая, целая. Вот стойка тоже крашеная. Массажа у него нет. Тут у него сухо, конечно. И турбинка сухая. И трубы у него чистые. Но кузов у него галимый. Да там не поймите, что такое ценник. Он весь поклеванный был. Это шпоплеванный элемент. Ну почему такой ценник? Я уже... Чему такие ценники? И колесики там дефективные. Обязательно вставить надо. Обязательно. Из таких вот смешных колесиков. Ну это зимняя резина. На дисках есть еще летний комплект. Тоже там осмотр был 10 минут и все. Короче. Илюстрацию не прошло. Как? 10 минут и не прошла илюстрацию? Не, не прошло. Там и по морде была придавлена, короче. Список длинный был. Не, воно было... Так оно дефективно было, как оно там наряднейшее было. Что было потом? Потом поехали в Рівне. В Рівне там площадка есть. У них на площадке было... А что я за нее сразу вспомнил? Вообще, это не первый автомобиль. У меня... С вот такими автомобилями ассоциируется. Ладно, выбачите, что перебиваю. Я вгадал или нет? Там был нормальный автомобиль? Да, там сборище металлобаза. У них там олтраков много, конечно. Там их было штук семь. Посмотрели мы... Сколько я? Четыре, наверное, или пять посмотрел. Все ужасные. Или из-под такси, или откуда они там... Оллтрак в такси? Да. Заказчик решил, что ему нужен оллтрак. Хотя сначала ему оллтрак не нужен был. Вот. Аппетит приходит во время еды. Все как всегда. Да, потому мы заехали на эту площадку. Потому что оллтраки только там были. Все, их нигде нет. Так. Это следующий подопытный. Значит... Ценник у него 23 900. С парами Basic LED. На летний резин. Немножко постукивает маховик. Промежуточное запитание. К чему у посатей стучить маховик? Ну, это их проблема. И тем более... Он, кстати, на двухлитровых обычных он не так стучит, как на полноприводных. На полноприводных он прям... Прям плохо ему там. 200 тысяч не всегда выходит. Цена питания? Замены? Ну... Там тысяч, наверное, 35. Все вместе. Маховик с комплектом... Ну, я подкажу. Более 700 долларов. Но маховики еще можно отремонтировать. Но это такая себе ситуация. Да правда. Ну, очень страшно. Как понять, что маховик стучит? На холодном. А что делать, когда человек пришел? Перекупчик, машинку прогрел? Покатался? Два квартала? Гопс! Все нагрелось, а ничего не стучит? Ну, готовиться надо в любом случае. Если покупаешь там B8 на полнопривод или L-трак, даже к замене маховика это... Гадалки не ходи. Есть полы впереди, конечно же. Здесь вот надуло карту. Не пойми, что ее надуло. Сидушка классная. Тоже самое. Есть тут такой вот косяк. Ничего страшного у всех. Он будет. Руль крашеный. Ручку тоже подкрасили. Ух, его и трусит. Слушай. О, здесь вообще прекрасно все у него. То, что надо. Приезжайте, смотрите. 300, 400. Маховик сегодня может угомониться никак. Мятинка. Царапины. Ну, такое царапины. Здесь тоже есть мятости. Крило тоже крашеное. Бампер тоже крашеный. Крашеное по половинам. В принципе шпаклевки нет ничего такого. А здесь вот уже начало коррозия бурлить. Куды столько настойки. Отличные автомобили. Здесь тоже крашеный проем. С мусором. Ухи машины тут, на площадке, а вот такой вот косяк есть от сиденья. Ухи машинки, блин, капец. Так, дверь здесь снимали, крутили, пороги тоже облеплены изолентой, тут мятины на пороге видны, крыло переднее крученное, стоечку нормально отремонтировали, не хватает запчасти здесь. То же самое за пакетом клапанной кришки, то же вымывали ее до стрельного автомобиля. Майже на всіх автомобилях клапана кришка вона тече. В відповіді тут може бути дві. І дуже часто роблять таку помилку, міняють клапану кришку з прокладкою. Проблема зовсім не в клапані кришки проблема, може бути в клапані рециркуляції вихлопних газів. Саме цей клапан забивається і проще такий кругленький його помінять. Спочатку дуже раджу. І дуже часто це допомагає від того, щоб мотор не був обісцени. Машини треба обслуговувати. Альтрак очередной. Беленький. Тут уже подороже. 24. 24.300. Зазорчик нормальный. Курточки все. Вон, ховичок проснулся опять. Постукивает, но не сильно. Та же болячка щербина на ручке, на пластике. Кнопки все на месте. Нечто сиденье какое-то. Дырок нет. Нечто просто замятость. Здесь так вроде как покуривали не слабо. Здесь вот кусочек оторвался. В этом не обклеене пороги не хватило. Изоленты наверное закончилось. Крышка не снималась, не крутилась. Ааа, нет, нет, нет. Крышку крутили и закрасили. Вон. Такое вот все подертое. Тут резинка порванная. Куда они ездили сидеть на этой машине? Что они с ней? Что они с ней делали? Такой потолок, конечно, зачуханный. Собачка тут ездила тоже. Съела ручку. А я думаю, что вам так так счастит з погрызаними ручками. Да, там то то, что шкода. О, не шкода, а то фольксваген полу. Как не погрызана ручка такси у Антона? Она рыгана под сиденьем. Как это? Под сиденьем там йо. Самый целый получается. И что там все машины из Швейцарии были? Все. Ну я сколько раз был в Швейцарии, там ну таких вот удрочей нема, я не бачил. Так она с виду нормальная машинка. Просто когда начинаешь ее смотреть, она вся кривая. Ну я понимаю, это неправильно автомобили, что были, скорее всего, куплены на аукционах. Там за что-то, за какие-то деньги. Тобто, если оно запускается и едет, то все, надо брать. Там вообще белый, короче, был R-Line, где-то вообще не было. Так, all-track ровно. Значит, он на обычной оптике. Ну это basic LED называется. 20 с чем-то у него ценник. Задняя резина зимняя, третья резина лысая. Рулики какие-то стуккают. Это потевание клапанной крышки. Маховичок у него постукивает. Маховичок-то прямо тук-тук-тук аж. Капот снимали, крутили. Так, значит, здесь щербина надколота. Здесь отломано. Здесь зацарапано. Вон на коже. На такой вот руляке потертой. Тут какие-то мотанки. Вон, вылазили нитки. Задний ряд классный. В принципе, ничего из них плохого нету. Пороги. Или здесь уже, скорее всего, задние колеса. Распоровка. Что попало, в общем. Что попало, стоит. Автоматическая крышка. Колпачка нету. Вот такой вот косяк. Крашенный бампер. Что начал опять надуваться, облазить. Тут что-то снимали. Влазили. Так, здесь какое-то животное, наверное, ездило. Все зацарапанное. Кожа вся. Тут вот такой, тут что-то. Как-то зачуханный такой пасатель. Тут что-то тоже пасаталось все. Понятно, что оно нам не подходит. По зазорам, вот тут капот как-то есть. Здесь провалился. Сюда немножко съехал справа. Далее финалочка уже будет. Бо он нам, кажется, 7-8 машин было, а мы только 3 сгадали. Я не снимал там половину. Что значит не снимал? Памяти мало в телефоне. Если посчитать 7 машин, и каждая машина там по 20 минут, по 18. Да, они в 7. Все. Что прямо так вот? Да, там белый. Невозможно. Там один ржавый даже был. Такой ржавый, аж на арках. Рыжая была. Другого крыша крашена. Третьего что-то. Стойка шпаклевана. Всех маховики звенят. Рули вытерты. Ну, ржавые такие все были. Под форсунок тоже подтекало. Ну, такие они. Выкатанные. Выкатанные максимально. Там, где знали, автомобиль был в объяве? Нет. А, был. Был. Он только выскочил. Он только-только появился. То есть машина еще ехала на автовозе, а объявление уже появилось. Секундочку плюс минуточку. Это как такое может быть? Пазл не сходится. Да. То есть физически его не было на территории Украины. Физически. Он был в пути. Так. Луцк. Значит. Посад. Восьмой. Эрлайн внутри у него. Он на панораме. На автоматической крышке. Значит. Фарки у него подвыбиты. Нижняя часть фарки подзапотевает. Есть сколы. Сколы, сколы, сколы. Здесь все. В сколах. Хром. В сколах. Вот так же самое. В сколах. Капот не крашеный. Капот целый. Двери целые, двери не крашеные. Крыша целая. Крыла целая. Все. Он весь не крашеный. Карта целая. Кнопки. И вот здесь тоже все целое. Нигде не от холода ничего. Эрлайн внутренний у него. Ну тоже есть вот такие вот моменты. Салон комбинированный. Ну кожаный. Внутри она серая. Валик работает. Подлокотник не растянутый. Все гладенько. Хорошо все. Автоцвет у него на дистронике. На модном щитке. Виртуальном. Значит панорама. Целая. Не побитая. Седьмого года тоже все. Ничего не подертан. Никаких дырок нету. Есть такие легкие царапины. Он не полировался. Районы хорошо. Здесь не запиленные. Не затасканные ногами. Так. Значит задний диван. Целый. Без дыр. Без всяких замечаний. Так. Задняя клема. Крышка автоматическая. Есть пару таких вот царапинок легких. Есть автоматический паркоп. Что-то тут. Подавили. Может прицепом. Панорамка. Тут все хорошо. Все резиночки. Нормально. Тут тоже все. Порошки целые. Арки целые. Внутри. Вот здесь вот. На пассажирской. Вот отколото. Тут нитка полезла. Сиденье в принципе целенькое. Ничего нигде. Не подруто. Боковушки все классно. Техосмотр. Да. В 2021 году. 154 тысячи. Гораз. Взагалі. Проба Б8 Посад. Хороша машина. Нехороша машина. Ох. И це каже любитель французов. Тачка классная вообще. Бомба. На що треба звертать увагу при выборе таких автомобилей? Маховики стучить не стучить. Опять же у них там бывает. На 2-литровых этих. Вон там чуть позже стучить за 200. Ну либо около 200. Амортизаторы задние 200 тысяч. Витекают. Ну в принципе так. Тобто треба мать розуміння, що коли ж купуєш Б8 Посад на пробігу європейський біля 200 тысяч або за 200 тысяч, то це буде велике ТО. Которе буде включать в себе. Дуже велике ймовірність, що сам маховик мається на увазі щеплення. Скоріш за всього прокладки, клапан ЕГР. Я думаю, що прийдеться звернути увагу ще на саджовий фільтр. Замінити передні і задні амортизатори. Взагалі подивитися по ходовці. Та напевно і все. У нього тут все, у нього тут в принципі добре. Все у нього тут нормально. Така крышка. Поддон, грубо говоря, коробки передач. Ее б, конечно, в идеале поменять. Прямо це в идеале було. Мотор сухий. Целентблоки задні целі. У нього щось постукивати по правій стороні. Не знаю, не можуть определити. Так еле-еле може бути стойка стабилизатора. Доходить. Тут щось є, какой-то стучок по правій стороні. Щось тут підтерта губа. Вічна болячка. Вічна історія у них. Турбіна суха, ні течет, ні потеє. Там все. Все з турбінкою добре. Граст, взагалі, яку машину купили? Купили Б-8. Якщо я не шабаю, 17-го року. Внутренний айрлайн. Там у нього, не знаю, що у нього не було. У нього, наверное, і Бабасти тільки не було. І підогрева лобового стекла. Панорамна криша з люком. Кришка багажника автоматична. Внутренний айрлайн. Максимальний салон. Максимальні фари, дістроники. Ну, все там у нього було. І що, і все в стані там, лучше, як не може бути? Так, так. Хороший, прям хороший-хороший. Підготовлений, намазюканий? Чи просто так? Його помили тільки. Ну, він приїхав такий ціленький. За ним там дивилися в Германії. Він ще і був на 140 кВт. Прямо, то що треба. Повірте мені, там все добре. Там і крышка з ноги відкривалась. Крышка відкривалась. З ноги звучить, звичайно. Виправся. Так, значить, ще є опять функція типу. Раз. Ага. Ще, треба тут приловчитися. Как-то оно работает. Не знаю, щось тут не вистачає. Щось ми не затронули. Щось ми пропустили. Дай подивиться видео. О! День такой. А серый там ще був? Серый там, да, был. Он мне рассказывал, такого там лепил, короче. Митя Емеля твоя неделя. Я поехал в Луцк, с Луцка специально вернулся, чтобы хламину тут посмотреть. Так, это олд трак. Ровно который я не досмотрел. Значит, по зазорам у него по морде хорошо. У него морда вся выбита. Туманки полностью они уже матовые стали. То же самое с накладками. Та же история по бамперу. По значку, по дистронику то же самое. 218 на пробеге. Здесь что-то был, ты че какой-то съехал в сторону. Омыватель. Служат такие вот туманки высеченные полностью. Сказали, что у нас вся целая. Там вообще машина, блядь. А что с серой? Изнасилованная, блядь. В каком формате? Ну она все, куда, во. Капот крашеный. Капот крашеный. А вы приехали. Да я понял. Просто должна ж была быть целая. Я ж вчера разговаривал. Нет, я ж хочу. А так все показывает. Мне ж кататься тоже туда-сюда. 200. Ты чуть-чуть лаканули. Да я понял, что его лаканули. Да я ж не бываю туда. Я раз-два пришел все и все. У меня вот тут вмятина есть. Да, крышка снималась. Она красилась. Шторки нету. Тут пластмасски нету. Вчера такого мне рассказывал. Это вообще. Машина в идеале. В этой истории. Совсем вообще, блядь. Сказочку такую лепил мне, чтоб что-то невозможно было сушить. Эта дверь тоже накрашенная. Пишу поклевки накрашены. Ооо. Тут же другое дело. Тут двери эти крутили, снимали скорее всего. Так точно. Так точно. Ну, пооткрученный. Это 17. Одну фару меняли. Сумки сухие у него. Лапанка течет. Не, мне кажется, что он ее перехватил на этой площадке. Ну, не знаю, мне так что-то кажется. Что он ее типа перехватил оттуда, короче, и от себя тяну продает. Вот теперь просто, не знаю, внутри там, что там творили. Там поддерто, пошкрябано. Там запчастей в багажнике не хватает такой штучки задней на подголовню. Максимально размародеренный? Ну, не 20. Ну, там это не может он столько. Не бывает. За 22 купи еще, похорони там, я не знаю сколько, чтобы его доделать. Зачем? Ну, это вечный автомобиль. Почему вечный? Ну, какой он. Кто-то вот в перекупе ее взял, и вот это он на ней будет ездить долго. Я его благословляю. Такого он рассказал, он сказал, что она там идеальная, там просто вообще, к ней не подкопаться, блин, ну куды. Я вам скажу. Ну что, все уже, нет? Какие прощалочки? Так, уже три раза прощали. Друзья, очень спасибо, что смотрели это видео до конца. Всем очень классного, хорошего дня. С вами был Микола Тарануха, часть компании Один Афта. Очень большое вам спасибо и до следующего видео. Продолжаем? Да все, уже закончили пять раз уже, все. Все, всем пока. Да? Да, завтра или послезавтра? Опять вровно? Ну, так а где машину взять? У нас паломник. Паломник? Не, не паломник, а бедуин. Я тут задержался, что-то с вами там. Что-то себе. Откручать. Паломник?